Добрый день, друзья. В сегодняшнем обзоре я хочу вам рассказать о необычном блокчейн проект, который уже довольно активно развивается и который на данный момент не предполагает каких-либо токен сейлов. Дабанкинг создает новую платформу, полностью состоящую из децентрализованных приложений, то есть даб, для того, чтобы создать целую индустрию всяческих развлечений и игр, построенных на блокчейн технологии. В данный момент подобная индустрия развивается уже довольно сильно и существует уже множество разных дабов в сети Tron и EOS. Люди же привыкли их использовать и они выводят игорную индустрию на новый уровень. Проект разрабатывается так, как сложная экосистема взаимодействия даб с их пользователями. Но давайте с нами, с вами обсудим, чем же даб лучше в простых, известных нам приложении. А все дело в том, что даб довольно просто монетизировать, токенизировать, а когда дело касается монетизации, здесь нужна полная прозрачность всех операций перед пользователями. Именно это и обеспечивает нам блокчейн. К слову сказать, Data Banking будет использовать блокчейн Ethereum, один из наиболее распространенных на сегодняшний день. Внутри платформы будет циркулировать токен DAP. Экономика этого токена не совсем проста. Дело в том, что токен никак нельзя по сути приобрести. Его можно только получить, используя протокол POC, Proof of Contribution. Суть этого протокола заключается в том, что токен DAP можно получить только при помощи майнинга. То есть нужно заморозить определенное количество эфира в общий резервный фонд, после чего вам станут доступны DAP, эквивалентно замороженному вами эфира. Минимальный порог входа это 200 долларов, эквивалентный ETH. После нужно купить так называемый Treasury Package. После того, как вы его активируете, вам будет доступна возможность получения майнинга, который в свою очередь и даст вам возможность майнить DAP. Эти кошельки делятся на несколько видов в зависимости от их силы. Gold Wallet, Green Wallet и самый простой Майнинг Wallet. Чем мощнее у вас кошелек, тем он больше монет приносит, но и соответственно дороже стоит в самом начале. Все операции на платформе выполняются через MetaMask. Это довольно удобно и безопасно для пользователей платформ. Этот механизм позволит уберечь своих пользователей от нежелательных сломов, а также вы будете хранить все свои средства на своем кошельке. У проекта уже есть два собственных DAP, это FOMO Jackpot и FOMO Game. И на сегодняшний момент в резервном фоне проекта уже застейкано больше 4200 ETH, а это значит, что проект пользуется популярностью среди зрителей. План дистрибьюции токенов довольно интересный. Как я уже говорил, не будет никакого токенсейла, поэтому токены можно будет только майнить. 90% всех токенов зарегистрировано для майнинга. 3% выделено на маркетинг, 3% на разработку проекта, 2% выделено на партнерство и биржи и 2% резерв депп токенов. Вы наверное заметили, что среди этого перечня не было токенов зарезервированных для команды. Все верно, команда не имеет никаких токенов, соответственно не сможет их задампить. Получить токены не смогут так же, как и все остальные пользователи при помощи кошелька и майнинга. В итоге видим, что экономика токена довольно неплохая. Идея проекта многообещающая, а его реализация тоже на высоте. Буду и дальше продолжать следить за дабанкингом. Впереди нас ждет много новых даб от команды, а так же много новостей. Если хотите более детально познакомиться с техническими особенностями проекта дабанкинг, соответствую прочитать его вайтпепер. Все ссылки оставлю ниже. Всего вам доброго.